Денис Сверденко Амурчане победили звездную сборную Старко со счетом 3-0. В свободном в рамках празднования Дня Города состоялся товарищеский футбольный матч. Чиновники, футболисты, депутаты сражались на поле с актерами, музыкантами и певцами. Самые яркие моменты прошедшей игры смотрите в нашем первом материале. Не слышу вас, свободенцы! Столичные артисты приехали в свободный за реваншем. Два года назад на 105-летие города сборная Старко уже играла на Амурском поле. Тогда победили амурчане. Исход встречи решила серия пенальти. Это опасно, а вот это опасно, это очень опасно. Да ладно, да ладно! С первых минут матча Амурская сборная, в составе которой футболисты свободного, депутаты, работники ГПЗ перехватили инициативу. Итог первого тайма 1-0 в пользу амурчан. Спортсмены на поле максимально корректный матч товарищеский. Многие играют без специальной защиты. Еще до начала поединка футболисты договорились не фалить. Эколог Непегаза Роман Буянов играет против звезд уже второй раз. Говорит, во втором тайме обязательно забьет гол. А в этот раз пока ведем 1-0 после первого тайма. Ну, я должен забить второй гол во втором тайме. Вот посмотрим, что будет. И поздали. А здесь такой пас. Вот, друзья, это круто. Вот оно было круто. Это было в бразильске. Приголи, в начале, где видели. Удача Романа улыбнулась. Он забил не второй, а уже третий гол ворота российских звезд. Гости при Амуре, несмотря на несколько голевых моментов, ответить амурчанам так и не смогли. В итоге амурские футболисты разгромили сборную звезд. Победу со счетом 3-0. И это команда сборная Благовещенская и Свободного. Ура! Чуть-чуть не хватило кадрова. У вас команда такая была хорошая, быстрая. Но я рад, что ваши болельщики порадовались. Мы на самом деле приехали подарить праздник. Я думаю, и он случился. Вы нас оторвали 3-0. Как вам не стыдно? По словам звездных спортсменов, такие матчи проводятся не для спортивных достижений. Главная цель – благотворительность. С 2005 года сборная Старко ездит по городам России под флагом добра. Одноименная акция создана для оказания помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Благодаря волонтерскому движению оказана помощь почти 6 тысячам детей из 22 регионов России. Вы знаете, команда Старко – это не просто футбол, это семья. Я, например, две недели отдыхал в Сочи, где 35, да, с семьей, но я прилетел утром и брал самолет сразу сюда. Когда вы находите в этом команде, это как семья, приятно общаться. После игры зрители выбежали на поле за автографами, спешили сделать фото с любимыми артистами. А спустя час российские звезды вернулись к горожанам в привычном амплуа. Выступили на главном концерте в честь 107-летия свободного. Юные футболисты области боролись за поездку в Петербург. Благовещенский прошел региональный этап Всероссийского фестиваля по дворовому футболу. Победители в сентябре отправятся в северную столицу страны, а лучший игрок поедет отдыхать во Всероссийский центр «Океан». За победу боролись ребята из Благовещенска, Свободного, Белогорска, Тамбовки. Это победители муниципальных этапов фестиваля, которые прошли в июне-июле этого года. В общей сложности в турнире участвовало 12 команд, все игры проходили в круг. В итоге больше всего побед оказалось у футболистов из Белогорска. Лучшим игроком, по мнению главной судейской коллеги, стал Тимофей Ткачев. И с Благовещенской командой «Толчонка». Жители Серышевского района смогут заниматься спортом на новой площадке. Тренажеры, перекладины, брусья установили в селе Новосергиевка. Общая стоимость объекта более 3 миллионов рублей. На новой спортивной площадке амурчане могут также выполнить нормы ГТО. Здесь установлены гимнастические снаряды и баскетбольная площадка. Спортивный объект построили в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта в Амурской области. На ее реализацию в этом году выделено более 90 миллионов рублей. Современные спортивные площадки также появятся в Шимановске, Заветинске, Благовещенске, Селах, Марково, Ромно, Черновка. В следующем году к списку присоединятся Райчихинск, Сковородино, Новокиевский увал. В завершении анонс спортивных событий этой недели. 21 августа на стадионе «Юность» продолжатся игры первенства по футболу на приз мэра Благовещенском. 24 и 25 августа на стадионе «Юность» состоится муниципальный этап всероссийской акции «Уличный красава». 24 августа пройдет чемпионат города по дрифту. Гонщики выйдут на трассу Благовещенского картодрома. Старт в 13.00. На сегодня все. Самые свежие спортивные события традиционно на нашем официальном сайте и в эфире «Амурского областного». Будьте в спорте и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова